ребятки всем привет доброе солнечное безветренное сегодня утро посмотрите какая у меня молодая травка тут начинает расти пока у меня петрушечка выросла красота роса полностью на траве не знаю вам видно или нет все мокрое роса такая прям по утрам она прям белым ковром вот здесь вот прям еще раньше было сейчас уже на солнышке она разогрелась а тут прям такой белый знаете как и не такой ночью так было прохладно конкретно вот чё я иду вообще и куда я взяла с собой ведро ребята что пришла пора собирать последние помидорки многие пишут юля делай томатную пасту а не хочу не хочу ребята вот где-то молодые кабачки шеросли а вот они растут ведь маленький лежит молодой кабачочек надо следить потом сорвать вот собрать последние помидоры еще я хочу с ними сделать зависимости от того сколько я соберу тут помидоры конечно сложно найти потому что все это находится в зарослях но если вот так вот разгрести там есть вон помидор ну кстати тут гнилые видите дофига я вам говорила прошлом видео что нужно было раньше дофига с гнилом помидоров вот кстати смотрите какой базилик цветет вот в цвет пошел тут можно листочки рвать кушать очень ароматный такой базиличок так и что вот они мои кусты так я вот думаю вот такие ну понятно эти собираю вот такие вот тоже собирать я хочу поквасить эти можно квасить вот такие недозрел но если прям зелеными квасит то чё нельзя ну то есть как ну вот такие я не буду конечно квасить все это я в общем я собираю все ребята а вот гнилой видите вот такая беда происходит раньше надо было я все собираю потом я их переберу надо было рукава закатать не так неудобно не люблю когда рукава зацепляются собираю все а там дальше разберусь что почем вот эти зеленые пока не собираю пусть пусть висят как у меня вчера начался насморк так я утром и с ними и при проснулась видно я чуть-чуть где-то под простыла ребята он тоже видите какой-то червоточные такие конечно такие на закваску не не годятся ничего переберем а с остальных что здесь что сделать таких вот которые не годятся закрыть томатный сок мне этого томатного сока уже пей не хочу хоть сейчас начинай и до следующего сезона хватит смотрите мокрые видите меня даже руки в болоте это роса сутрица я не знаю сколько соберу но мне кажется с этого всего участка у нас заканчивается там где перец вон мне кажется что ведерко я наберу все таки он зеленых много с этими шутил такой прям бурый я наверное оставляю я думаю что еще будет сбор урожая чуть попозже дозреют они не дозреют я не знаю вообще каждый год так одно и то же что уже в холода остаются зеленые помидоры но их тоже можно из них разные и салаты делать и тоже и квасить зеленые помидор оторвала зеленые помидоры они вкусные он смотрите сколько видите он этот сдох они легко срываются да конечно ребята видите в этом году мне такие мелкие помидоры на квашение надо брать крупные красивые но у меня вот такая мелкотня ну шо теперь их выкинуть будут такие мелкие ничего страшного ничего страшного а солнышко прямо прям так хорошо припекает хорошенечко надо уже раздеваться так вопрос в том в чем их квасить можно использовать трехлитровые банки вот можно купить муж едет в город может посмотрит эти самые контейнер какой-то знаете есть пищи пищевой пластик контейнер и может контейнер вон зеленые тут все видите зеленые зеленые да в контейнере может быть за квасик не знаю вот и купить надо крышки для этого горячего консервирования есть такие но они как обычные полиэтиленовые крышки которую мы используем да но их надо типа кипятишь она так сама по себе она маловато на на банку она не под ее не наденешь так просто а прокипятив она типа мягкая становится и уже можно на тянуть на тянуть на банку блин все мокрое руки мокрые кошмар они тут ведра не будет ребят не будет очень много такое такие что они не не пойдут на консервацию потому что бачьте шо потому что они страшненькие погнили уже не 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 это все это все ерунда ладно пробегу сколько сорву столько сорву мелочь пузатая мелочь пузатая все равно я же говорю грех жаловаться погреб полный полный помидоров из томатного сока и все это же не где-то я просто так у соседей украла это же у меня выросла правильно правильно не вон и страшнее конечно страшненькие я их переберу и тут на квашение почти ничего и не останется можно было бы сделать еще вот эту вот ребят заготовку которая универсальная заправка для любых блюд но там нужен перец сладкий болгарский а у меня его как бы уже уже нет тут на машу собирать там у ребяту тут на машу квасить не машу какие там контейнер я мужу сказала что не покупал что тут я их переберу шо шо ци какие-то более целенькие отберу дай бог что тут какая-то двухлитровая баночка получилось то и все он видите такие плохие все по помидорам помидором хана не могу же все хватит юля горшочек не варит и просила вот пожалуйста практически не варит так ребята пока займусь надо наперед подумать что приготовить на ужин я немножко наперед подумала насколько я это могу с утра делать даже с утра что голова не соображает зубы болят нижние нижние зубы болят на холодное на горячее сегодня еле кофе попила и еда все что холодное все больно но она пройдет так я разморозила по-быстрому микроволновки видите даже не до разморозила есть такая налить и не ничего страшного крылышки курки домашние обрезаю всю фалангу складываю в миску я их помою сполосну замариную и сегодня запеку вот эти крылышки вот эти крылышки а крылышком что не знаю без понятия пока не знаю макароны по-флотски мы доели но не совсем там осталось пол порции ни туда ни сюда собачкам в кашу наверное отдам все сейчас я замариную крылышки и пойду заниматься помидорами вывалю их в раковину перемою посмотрю что у меня там получится для квашения помидоров мне нужен укроп зонтики веточки ванным а но есть сухой такой укроп без зонтов просто ветки торчат то я возьму просто ветки класса не наглей запрыгнула рядом на стол по столе возьму просто ветки все концы собакам потом в кашу пока в морозил такие ну что девочка ой с холодильником тут более всем нужно последним издыхание короче если он работает среднем режиме то по ночам он почему-то отключается вырубается вот на максимум поставила то он сегодня ночью не выключился но достаем утром колбасу замороженная альмина гречка в холодильнике подмороженная короче вот так вот из последних сил уже но еще немножко осталось мы я так думаю что здесь до конца сентября а потом уже домой и просто каждый день сюда будем ездить ну вот как-то как-то так посмотрим уже по ходу даже ночью реально холодный холодно в туалет эти извините за подробности и осталось это дело замариновать нашу там соль специи солька так что-то с утра не могу проснуться уже по огороду побродила и все равно глаза у меня смыкаются как-то так быстро ночь пролетела я не заметила добавляю сушеный чеснок не пишет юля у тебя горы чеснока почему ты добавляешь именно сушеный чеснок ребята цен не зрительница присылала я должна смотрите немножко осталось ведь я правда на комками я должна его до конца использовать тут уже чуть-чуть осталось я его все лето и использую так вот так я руками придержу ушу порошочек сюда посыпался вот так вот не еще черти насколько хватит потом уже буду свой использовать свежий так а что у нас есть для курочки для курочки для плова для шашлыка у все ребрышки с медом есть ребрышки с медом чесночная соль мели сунели до картопли паприка лимонный перец не сошок мели сунели как это у меня закрытая для шашлыка с медом а вот по-моему да для птицы с медом чуть-чуть хорош все в принципе горчица зерна у квашеные помидоры можно добавить горчицу так и все больше никаких специй но единственное что я сегодня сегодня я хочу добавить майонез калилышки мне вот так видится мне вот так хочется вот так вот ой ну и придется перетелепать это рукою ну холодно они подмороженные я их помыла перемешиваю все и убираю холодильник пусть стоят и запекать буду как обычно ребята в рукаве они тогда быстро во первых готовится в рукаве быстрее знаете она как бы собственном пару получается и плюс сочные не подсушить если без просто на противник положить она все равно духовка подсушивает подсушивает не говорить вот а в рукаве она сочная получается вкусная у меня аж вообще короче муж вот это вот курицу вот это вот крочка такое вот вот эти вот запищен он не ест не любит но ему не нравится это говорит какая-то фу-фу бяка вот а вот именно крылышки от курки домашние потом ножки я беру курицы домашние так и называется в магазине она гораздо дороже но действительно вкуснее тут и мясо само по плотности другое и по вкусу другое и сама консистенция вот структура до мяса другая майонеза по прямом души бабахнула ой так все часто достану тарелочку какую-то чтобы она подходила накрыть по моему вот это вот так вот такие выемки ой шутся показалось чтобы лосинка не такие рынки раз как крышка становится все и в холодильник так ребята ну что буду перемывать помидоры сейчас возьму сразу две миски в одну которые на закваску у меня пойдут а во вторую которые которые не годятся где мои все тазики миски непонятно так большие только есть ну и ладно короче ну смотрите квасить я эти помидоры буду не на зиму а ну то есть я не буду убирать погреб я оставлю просто в летней кухне чтобы они заквасились и я их сразу кушаю вот так вот и и порешим так он и души грязни капец прям прямо в болотяки вы видите я разделась слушайте солнышко вышло и все тепло последние теплые деньки ну вот вот пятнышко но не годится только целенькие я беру которые не поврежденные бурые тоже пусть пусть класятся сейчас пойду на собирают этого сухого там ветки палки укропы да нет как почему-то без зонтиков а я же семена с них собирала зонтики срывала ой смотрите все плохие я вон ту мисочку кладу вот на закваска я же говорю будет но может двухлитровая баночка дай бог что получилось может у меня какой-то кстати блин у меня есть контейнер помните мы покупали для хранения для хлеба такой контейнер он довольно таки большой смотрим сейчас может не в банке а в контейнере там крышка плотно закрывается там еще можно собрать помидоры но как-то у меня что-то сегодня настроение как-то не пошло на сбор помидоров там все мокро все в россии так мне не нравится мне там бродить там можно еще собрать ну правда совсем мелкотню такую прямо мелкотня листьев столько нападала я сегодня ничего не подметал и вчера не подметала поэтому за два дня тут прям мусорно так мусорно листочек с винограда падают вон да ласа что ласа туши моя кесси да утром проснулась ласа нет ласа ласа что-то не выходит думаю нифига где она так далеко ушла она захожу она в гараже спит себе на мои главном на мои крики что я не зову не реагирует заспала всякийся не так хорошо так вот этот мне не нравится помидорчик спит себе хочу скажи да ты что ночью где-то ходила у тебя бурная ночь была или шелла проснуться никак не могла бурная ночь помидорки и помидорки мелкие вообще быстро класятся помидоры так а что с теми что я откладываю которые не годятся что с ними делать просто перекрутить их на мясорубку банку не знаю для борщей для супов хотя у меня такого уже до стакты всякого и на борщи на супы еще и миска стоит с прошлого раза на покушать помидоры но мы не кушаем так надо это пойти в душ и дверь закрыть уши ветром хотя сегодня ветер не сильно все же есть так еще там бочка вон серая стоит на мне предстоит помыть надо за эти пару дней это сделать пока солнышко вода прохладная в кране на самом деле так еще сегодня наверное я убираю свеклу вот те два рядочка что у меня осталось ой написали немного комментариев спасибо большое за этот бидон как я называю многие написали что это вообще фляга не бидон я ввела в интернете в поиск бидон и мне они кстати не дешевые они дорого стоят вот эти вот алюминиевые и в объявлениях о продаже бидон бидон поняли не фляга так что у меня бидон и продается у нас моего икс именно бидоны вот много написали комментарии юра там хранится не будет в общем что я сделала я просто положила на дно чуть-чуть моркови чисто вот чтобы не рисковать чисто для эксперимента ты не знаю там даже один флой неполный вам надо чтоб посмотреть и отнесла погреб все пусть стоит только я крышку не нашла прикрыла другой не совсем подходящий так чтоб воздух чуть-чуть проходил че выходил что там а и писали мне что юля у тебя же есть вакууматор почему ты эту морковку там перемыл этом все дела почему ты не завакуумируешь ее ребята объясняю вакуумация не подходит для свежих овощей и крупных это я испробовала на на капусте ребята шинковала капусту там и не только шинковала и целенькую капусту прям запаивала вот в эти вот под вакуум короче через время этот овощ будь то морковка будет что-то замуж будет только пусто начинают выделять короче и надо дышать и не знаю что там выделяет какой-то газ не газ газифицируется в общем этот пакет успешно надувается и все и продукт портится то есть морковь все равно должна дышать и с морковью выйдет то же самое что у меня вышло с капустой вздуется пакеты через время и все и пиши пропала вот так вот так что не подходит блин они все страшненькие не машу классить а я такая разогналась там ты мне емкости покупаем уже говорю я щас на клашу помидоров а кстати не любит не ест ваш не я щас на квашу то все какие емкости тут не машу классе вот и все у меня телефон звонит ребят сейчас так все все можно днях начинает косить ребята огород где то что по утрам вот по утрам до роса такая роса там все мокрая во первых после дождя еще до сих пор не высохла нифига ноги прям в болото проваливаются во вторых вот это роса он все мокрая клинам буду косить и не знаю но косить уже надо все уже надо подготавливать огорода сегодня свеклу уберу если уберу сегодня в планах у меня такое есть то все правую сторону можно на левое там еще как бы помидоры и на на что-то там еще будут собирать вот а правую сторону полностью можно косить спрашиваю у меня юля что что будешь делать этой картошка которая там земле возможно местами по оставалась ничего не будет ничего так это перепашется перепашется если где какая потом пробегусь если наверх выскочила по собираюсь не буду и моя жарю ряд у меня 13 этих самых кустиков картошки было вот в двух рядах по две лунки там в ряду по лунки там вот такая маленькая картошка ну шо с ней зачем колупаться там зима картошки там не выросла ну и все так у меня спрашивали еще по ходу вспоминаю да спрашивали юля но жалко наверное те что лето закончилось будешь там скучать по даче и так далее ну ребята всему свое время все это самое мне кажется если вы часу хороший кинулась но если вы сейчас по кругу да вот убрать тому осень и зиму и снова вот раз и началось лето то я здесь и полягу отдых мне все равно нужен всему свое время отпахала отработала вот сейчас огород приведем в порядок и все ну как он отдых это сложно назвать потому что в городе тоже делала не не немерено вот но хотя бы вот именно от этой работы от огорода отдых все равно нужен хорош поэтому где-то частично немножко я и хочу уже переехать в город особенно когда вот холодные ночи уже как-то знаете некомфортно ужинать здесь вот понятно можно в дом пойти ужинать но кухня здесь оборудована там не плиты ничего ну надо все организовывать я не хочу здесь комфортно летом холода наступает уже не это вот сегодня у нас теплый денек и завтра теплый денечек вот мы наслаждаемся а дальше все уже по моему похолодание там все ладно сейчас он на мою будем пасить так ну что ребята пошлите посмотрим укропчик еще хрен буду добавлять но хрен у меня есть вон видите он красавец какой зелененький растет а вот с укропом конечно проблема я вам уже показывал что я знаю что у многих на огороде самосевом сейчас укропчик уже взошел у меня нет такого на нема укропа сейчас будем находить ветки-палки вот но у меня еще здесь знаете что у меня еще есть просто семена о моя жилетка висит мне есть еще просто семена укропа которые я заготовила на посадку вот но мне их жалко типа использовать так где а вон смотрите смотрите вот такие есть делки метки-палки можно сухие добавлять или нет я щас помню понюхаю пахнет она вообще укропом или нет ну да пахнет пахнет ну где тут самосев нему никакого тут самосева вообще не видать так я не знаю как можно или нет может не париться до семена добавить сказал июля заморозь заморозь веточки ой зонтики морозилки так забираю жилетку с вами вот тут у меня еще укроп роз тут уже ничего не сухостой никакого самосева так как будет самосев в таких зарослях ну какой самосев самосев тут только бурьяна есть больше ничего собрала букет кому подарить не ребята тут с этими ветками сухие это дуристика получается укроп который я собирала свои семена вот я его и добавлю какая разница семена они ароматные они классные они хорошие все помидорки помыты вот такое небольшое количество меня получилось вот такой нашла контейнер померила помидоры сюда загрузила идеально помещается отлично плюс место должно остаться для хрена сейчас пойдем хрен сорвем кстати надо куда-то пересыпать какую-то банку вот типа такой это муж какао занял эту баночку во что-то перекинуть надо так укроп ой укропчик хрен тут обойду можем мокро мокро до сих пор роса такая опять вонючки растут смотрите только муж секател они уже растут ой какой молоденький он нарос так тут ос уже нет у меня что-то летом осы они покусали летом сюда невозможно было зайти столько было пчел кошмар ос ос верни они тут гнезда повели они тут жили так можно добавлять еще листья смородины но я не буду просто хрен и укроп ай блин муха кусает так сколько хватит думаю что достаточно куда бы мне не не влезет у меня все пройти не проехать так чистенький после дождей она да и тут еще ребята чеснок начистить а кстати сейчас пойдем проверим как там лук себя чувствует сарайчик ой на телефон звонил а и не слышала лена звонила она с подружкой на секонд сегодня идут прогуляются попросила бабла подкинуть как раз мужу позвонил он в городе встретятся подкинет так что я в принципе как бы за чесноком и как раз проверю лук подожди были ничего ли тут не текло как он тут лежит хорошо ребята я не знала до выпасти как момент когда его отсюда убирать когда холода наверное настанут все нормально ой как телефон плохо тут снимает темно так 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 я беру чеснок выбираю самый мелкий такой что-то израсходовать его так то вот так вот наверно достаточно будет чеснока вполне скамена открыта дверь будет чтоб немножечко но знаете просыхало так проветривалась что ли прохладненько там сарайчики охладно эту воде муж помыл подготовил а мы виноград в ней завозили надо еще сестре позвонить что приезжала рвала виноград потому что он уже ну прям поспел поспел такой красивый виноградик так все сейчас почищу чесночка так я сейчас сразу мне нужна фильтрованная вода у нас перец фильтр я беру литр воды он скорее всего мне сюда понадобится больше не знаю пока литр сделаю на литр воды чтоб удобнее было перемешивать потому что она полная получается то я в кастрюльку перелью себе чтобы растворить соль и так далее так сейчас я еще добавлю воды чтоб она отфильтровала сейчас класса привет и где была заходи масса туша так и что я делаю смотрите ребята с этим все потом давайте сейчас уложим вот это все а главное сухой ложкой в пакетик лесть я беру блин она не сухая знаете вытереть я беру насыпаю укропчиком вот так вот по чуть-чуть укропчик беру хрен а я прям его вот так вот ребята немножко измельчу так у меня уже слюни текут вот такой вкусняшки прям так не жалея хрена вот хорош так теперь сюда чеснок не знаю может его в долю так вот раз по разрезать лучше свой аромат чесночок вот так я еще подождите сейчас достану перец горошком перец душистый хочу сюда хочу хочу так а где он что-то давно не пользовалась подождите не вижу а нашла все есть 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 вам очевидно что это делаю уже вас ближе поставить вот так вот давайте да так перец горошком прямо на глаз чуть-чуть посыпали перец душистый там штучки три достаточно пока так все давайте еще чуть-чуть укропчика сверху сыпану вот теперь идет у меня слой помидорок я такие сначала на дно покрупнее и чтобы у меня все поместилось я стараюсь их прям под плотненько по укладывать поиграться чуть-чуть с ними что поместилось все смотрите я прошлом году квасила помидоры но в трехлитровой банке просто с солью ребята все-таки мне больше нравится когда добавляется сахар больше нравится так делаю снова и слой хрена и так вот чередую еще можно конечно как прям листья ложитое все но мне что-то вот хочется именно так так хорош хорош так укропчик обязательно так чесночок то с добавлением сахара лучше мне больше нравится буду сахар добавлять так снова помидорки снова хрен сейчас я пойду еще сорву сверху уже прикрыт так хрен теперь укропчик ой помидорки так чтобы они у меня были в рассоле поэтому то за что я говорила что лучше я бы по одной укладывала нормально так сейчас об сорву два листочка хрена ну сейчас не уходите подождите стойте здесь хотя меня возможно будет не слышно потому что микрофон стена сейчас конкретно перекроют раз проверю слышно меня или нет так какой тут покрасивше ну и как раз этим листьям листами хрена надо приезжать чтобы она этот не поднималась помидорки как бы были у нас утоплены так у меня палит голова надо на таблеточку можно еще добавить там сверху горчицы но это если на длительное хранение в принципе я могу знаете зерна добавить горчички так но эти я уже не обрываю а вот так вот ими прикрываю так ну хорошо как прижалась можно даже сюда положить какую-то подходящую тарелочку чтоб она была как гнет что-то придумать можно вот в принципе вот так вот достаточно давайте добавим раз я сорвала скакивала тут сейчас я принесу свою горчицу я добавлю столовую ложку зерен горчицы она у меня тем более есть я добавлю вот так прям на глаз посыплю вообще порошок надо использовать но мы на зернышке вот так вот так все пусть она постоит пока а теперь я готовлю цель раствор я не знаю сколько войдет сюда я пока делаю на литр так я пошла за солью и сахаром так есть смотрите на один литр воды я добавляю две столовые ложки соли с горкой вот такой вот одна с горочкой и вторая я люблю так и на один литр воды я добавлю одну столовую ложку сахара вот так с небольшой горкой все и теперь наша задача я его не кипячу не подогреваю просто надо дать ему постоять либо так вот поиграться по перемешать чтобы соль и сахар у нас растворились этим будем заливать наши помидоры смотрите если использовать там бочку банку контейнер плотно закрыть но лучше использовать горчицу порошок насыпать и можно сразу отправить в погреб прям сразу и они будут готовы где-то месяца даже мало дней наверное 40 50 а еще лучше два месяца вот и тогда но помидоры вообще бы дольше вроде бы как вас искать от когда как все зависит от температуры даже зависит от сорта и размера помидоров у меня видите мелкие но я не буду ни в какой погреб ничего я уже уже вам сказала я хочу сейчас их кушать вот в скором времени поэтому я просто их оставлю на летней кухне пусть они стоят и буду я их пробовать ребята где-то через дней наверное через дней 7 я посмотрю а кушать скорее всего дней десять у меня займет чтобы они прям хорошо хорошо прокласились так а ну что там она растворилась растворилась сейчас если что я добавлю заливаем вкусняшечку зерна горчицы все мы все туда уйдут ну да обычно я вообще горчицу не добавляю это просто вот сегодня увидела что у меня они есть открытая пачка это добавила я не знаю просто сколько сюда войдет воды а чуть 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 не хватило да еще бы вот чуть чуточку долить вы представляете вот совсем вот чуть чуть хотя если тарелкой приезжать смотрите вот так вполне нормально а тут вроде бы как соль чуть чуть осталось может просто так вот обмыть чуть чуть вот так вот так а ну я сейчас посмотрю потому что смотрите крышка у меня сейчас вам покажу она у меня не плоская она у меня видите вот такая под подъемчик то есть она не будет прижимать тут ничего я сейчас попробую найти подходящую какую-то тарелочку смотрите ребята как идеально подходит это пищевую пластик контейнер тоже должен быть пищевой пластик а как правильно будет так или вот так а ну-ка сейчас так попробую закройку напряженной чем иначе вот при прижимаю а ну если другой стороной вот так вот попробую так иначе лучше да так вот она уперлась сюда о отлично по моему по моему отлично прижимает все хорошо вон она водичка там все ребята и ставлю этот самое пусть себе стоит дней десять и потом буду кушать квашеные помидоры и 5 вся мы Продолжение следует...